здравствуйте товарищи мы продолжаем работу нашего семинара я напоминаю что сегодня мы работаем с девяти до двенадцати без период порядок у нас сегодня такой сейчас мы продолжаем премия по всем трём вопросам прошу всех высказываться кто еще не выступал в первую очередь делегаты с решающим голосом совещательным голосом по любому из трех вопросов или впечатления какие-то свои ркр значит после этого будем обсуждать правки которые некоторые правки нам пришли по вопросам по проектам постановлений обсудим правки и примем проекты уже в целом примем проекты в целом сейчас прошу всех желательно хотя бы пару слов делегаты с решающим голосом и кто хочет по любому из вопросов и общие впечатления прошу выступать так ну что я хотел рассказать вчера рассказывал про то что условия труда у нас на заводе но многое тоже нет недорассказал в нашем городе ленинграде там тоже есть свои вот эти вот безработица своя просто работодатели вот если когда им говоришь что ты какой-то недовольство выражаешь по поводу себя не нравится уходи вот а устраиваться куда устраиваться на работу в объявлениях везде все написано как говорят у нас на заборе она тоже написано вот но дело в том что если куда вот устраиваться в подрядной организации вот я одно хочу сказать там устроишься там все время задержки зарплат я вот все расскажу как я судился вот устроился в одну организацию называется севзап спецавтоматика ну делают вот ну вот они делают пожарные системы вот такие на потолках вот и вот как только дело дошло до зарплаты месяц не не сначала перед новым годом заплатили а потом месяц не платит 2 они платят я уже обратился к другу но у него юридическое есть образование он говорит подавай на них я подал а в суде они там как сказали что там предъявили договор который я подписывал они в отделе кадров говорят подпишите вот эту сумму остальное будут вам приплачивать черным налом вот и все а подпись то что я подписал я уже как говорится свои деньги получил остальное вот они как где-то крутят неизвестно где не вот месяцами ждешь уже не дождаться и не отсудить у них и даже вот уже неустойку в ней пришлось не отсудить я короче вот так вот махнул рукой на все и уволился и там вот во всех подрядных организациях сначала платят 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 потом говорят денег нету не платим ну вот так вот вот такие условия труда но хоть на предприятиях ты хоть как-то социально где-то защищен но дело в том что вот я хочу рассказать вот ночные смены до ночные смены вот как работает вот что значит работать вот пять ночей подряд вот кто как это можно можно вот это выдержать когда вот и выдерживают да да они вообще-то человеческий организм я устараюсь доказать что ведь и люди ночью должны спать а днем ли человек работает так природа уже устроен так нет никак вот но есть как а но есть такие люди как да ну в конце восьмидесятых вот и но есть такие люди которые могут выдерживать вот ночью кто-то да это не все не все могут выдержать на ночь вот пять ночей подряд не все могут выдержать я не могу выдержать как вот никак вот это вот все и тем более после ночных смен у того массы несчастных случаев на производстве масса несчастных случаев на производстве один человек ногу сломал для другого микроинсульт а вот было дело что 1 1 кузнец нажал на педаль а другой под молотом был ну человек стал инвалидом потому что я видел как кузнецы уходят вот с ночной смены они просто падают уже спят на ходу на ходу засыпают вот я всем говорю что никогда не прикрывать работодателей делайте производственную травму они все время у упрашивают вот не надо производственно не пиши производственную вот тоже на других предприятиях когда вот работаешь тоже заставляют работать и сверхуроченные часы и субботы выходить хотя официальный 8 часов рабочий день и 5 дней в неделю неделя пять дней понимать вот я когда получил один раз травму тоже просил прикрыть меня вот эта травма была серьезная травма глаза ну вы лечиться то вылечился ну конечно и после этого меня тут работодатель попросил уволиться с работы не надо никогда вот в таких случаях прикрывать лучше делать производственные травмы потому что за ваше здоровье как говорится вы сами себе не заплатите не заплатят столько денег сколько бы вы могли отдать за свое здоровье и потом я что хотел сказать потому что вы если это будет пропала на производстве сделано но они будут сидеть делать возможно чтобы этой прикрыть как-то себя вот все равно не надо это прикрывать потому что они впоследствии они потом за ваше же здоровье сами же будут платить и они обязаны будут это делать ну вот это я хотел сказать да забыл представиться я работаю электро газосварщик по праве на производстве соловьев василий феликсович ленинград лютых евгений борисович спб губ пассажир транс город ленинград в очередной раз хочу заметить я уже третий раз здесь на этой конференции это событие это мероприятие которое нужно всем абсолютно рабочим в нашей российской федерации да и что уже говорить всем рабочим мира и очень хорошо что мы вообще проводим его тут можно встретиться с единомышленниками поговорить с рабочими других городов это прекрасная каждый раз почти об этом говорю и каждый раз мне это очень нравится и очень меня радует всем огромное спасибо в отличное мероприятие в следующий раз опять конечно же приеду меня зовут егорчев михаил анатольевич я следствие из пельми что меня подтолкнуло приехать на российский комитет рабочих вот именно как раз нехватка знаний по поводу профсоюзной работы вообще на нашем предприятии профсоюз он чисто номинальный то есть он как бы есть но его как бы нет но мы видим за его подписью постоянно идут директивы от руководства под подписью профсоюза хотя никто никогда не думал опрашивать рабочие коллективы надо это или не надо устраивать в их интересах это или нет вот ну понятно что профсоюз он сидит видимо на содержание работодателя ну и соответственно подписывать все что надо то есть у нас отобрали мы по первому по первому списку вредности работаем у нас отобрали потихоньку неделю отобрали спец жиры ну неделю дополнительную к отпуску отобрали спец жиры ну и придет постоянно постоянно идет как бы давление на наши какие-то льготы вот и никто не собирается за нас защитить нас защищать и тем более а рабочие доведены до того что вот у нас коллективный договор заканчивается двадцатом году то есть она новый заключать вот там нет ни слова вообще про поднятие заработной платы нам больше десяти лет вообще зарплату не поднимали я шестым разрядом слесарей еще будучи бригадиром работал больше десяти лет вот у меня среднем выходит где-то 30 тысяч это мне максимальный разряд вот то что говорили по производительности труда у нас один из важнейших инструментов это кувалда она как была есть так и будет потому что все технологическое оборудование нефтеперерабатывающего заводе все практически делается вот таким инструментом станом ручным конечно у нас появились какие-то гидравлические станции которые облегчают труд ну то есть не надо будет здоровенные кувалды долбить по ключам можно гидравлика делать но сама станция весит тоже порядочно пока ее будешь переставлять но занимаешься точно так же как и кувалдой то есть она вроде как бы производительность увеличивается но как бы а нагрузка физической нет а вот из-за того что не поднимали больше десяти лет заработную плату так индексации какие-то там дают вот такие они мизерные вот люди вынуждены работать оставаться а вечеровки у них вот там вот мы видим как они прогрессируют с каждым годом и все становится все больше и больше и больше люди работают вот я работаю дежурный бригаде то есть мы работаем по 12 часов вот люди работают 12 часов потом остаются в ночь потом выходит опять 12 часов то есть это двое суток практически все безвыходно и грижу ребята даже нельзя тоже опасно таланты для здоровья давайте лучше добьемся подъема заработной платы чем вам так уродовать самих себя но пока единодушного согласия даже среди коллектива нет они для них это вот лучший выход это остаться подработать там какими правдами и правдами ну вот надо менять ситуацию для того и приехал как товарищ бобинов сказал чтоб какого-то мяса в голове нарастить но для этого и приехали учиться вот очень понравились выступления вот товарищи из электростали вот с гордиллевым мы поговорили очень хорошо но опыт такой и хорошо что вот можно здесь на одном мероприятии услышать разные мнения и разные способы как это делать все то есть спасибо очень рад что был здесь мы думаем и последний раз все корольков евгений александрович санкт-петербург на этом ркр услышал интересную нас идею о санзаторском и изобретательском этом движении на предприятия вот попробую себя его опять вызвать так общечный резонанс среди работающих через это иначе вот при попытке организовать через профсоюзное движение то есть простую организовать люди у нас не пошли на это там как бы отзывов нет по попытке организовать колдоговор работу по колдоговору тоже как бы нет такого вот как бы встречного движения вот попробуем но идею применить может через попытку колдога провести оплату этих рационализация ских изобретательских этих предложений может получится поднять людей организовать да и нам на следующем расскажу как что получилось да спасибо всем добрый день меня зовут у мудбаев рафаэль альберт вич я с города оренбурга с завода локомотива ремонтного завода города оренбурга вот локотех сервис называется акционеры на нашем предприятии на на этом предприятии работаю около пяти месяцев пришел туда как раз для того чтобы вносить научный социализм в рабочее движение но к сожалению выяснилось что рабочего движения почти никакого нет и она стоит на месте и даже за маленькие кровь и никто не собирается бороться вот я выяснил что на нашем предприятии заключается новый коллективный договор сейчас на данный момент он в декабре должен будет быть подписан вот мы значит с нашими товарищами в оренбурге с рустам вахитовым никита леон и нашим новым членом партии это евгений извиняюсь фамилию забыл подготовили коллективный договор правда мы не отправляли никому все эти не выкладывали но на основе коллективный договор докеров подготовили наш коллективный договор по какие моменты добавили кое-какие моменты под себя подстроили под наше предприятие под мое предприятие распечатали выжимку коллективного договора и значит я ходил в обед где-то примерно неделю и в каждый участок заходил и людям объяснял вот состоится профсоюзное собрание по поводу подписания коллективного нового коллективного договора разработки проекта нужно будет туда прийти всем желающим всем кто хочет улучшить свое положение объяснял людям что нужно бороться сокращение рабочего дня за повышение заработной платы что это и кстати когда начальники или мастера слышали это ну и когда приходишь на участок и ты недавно работаешь ты сразу не поймешь кто из них начальник там мастер и дело в том что я при этом пользовался таким способом который увидел у миха ласилич попова когда он говорит о том что прежде труда повысится и это повысит прибыль вот то есть это как бы полезно не только рабочим но и капиталисту и акс от того как выше чем выше производится труда тем значит и выше общая выработка и поэтому и зарплата будет выше не только у рабочих но и мастеров и начальников пытался ну все это объяснял но к сожалению такую работу нужно проводить регулярно а возможности можно сказать такой нет ну или может быть моя пока ленюсь я что прошу прощения всех рабочих мира вот результат агитации какой такой что ползавода меня знает руководителей даже все наверно директор по персоналу меня знает но пока что не показывает этого что он знает чем я занимаюсь вот все с одного участка не пытались уволить и уволить с второго участка меня пытались уволить не смогли я показывал людям что не нужно сверхурочно работать и мне говорят так тебя уволят меня не увольняли то есть они видят результат что минимум не смогли уволить и при том как я общаюсь с начальством я не то что там оскорбляю кого-то я общаюсь начальством как на равных я не пляшу перед ним вот я думаю это тоже показывает что рабочие могут ну надо самому самосовершенствоваться и на своем примере показывать людям каким надо быть вот но это тяжело на самом деле такую ношу на себя принимать я нашел одного едином я вообще на самом деле много по словам находил людей кто поддерживали это но она деле оказывалось что они им это не нужно но вот нашел я все-таки одного человека который не знаю покажет как на деле но вот он уже со своими товарищами участку разговаривал о том что все-таки я ему объяснял а то что сверхурочно чем вред но он мне перебивала говорил вот да вред такой-то такой-то все как по марксу так сказать то есть и он говорил что я это людям объясняю не первый год и я думаю что мы с ним все-таки объединился что не сможем сделать вот ну я думаю на этом все числе какие-то вопросы ко мне есть что задавать да я вообще-то как-то надо наверно кого-то находить всегда на производстве чтоб ты был не один да да ну вот у меня и наши вот у меня у нас в основном работают пенсионеры но я думаю что они не захотят а я уже свою пенсию выработал да мне только да я спрашиваю пенсионеры так говорят да есть такое кто кто-то уйдет на пенсию скоро они говорят нам это не нужно мы уже поборолись я говорю где результат вот они говорят результат у нас записано в бумажке где-то в отделе да ну есть есть у меня на одном участке не пенсионер который хочет в отпуск пойти о него отпуска на пенсию идти все окончательно но вот говорит можно так сделать чтобы окладно несколько там зарплат было чтобы как бы я на пенсию пошел и не было никаких проблем я говорю конечно можно собираемся пишем критин договоре в нашем критин договор действующий нет такого что при переходе на пенсию столько-то окладов выплачивается работе на безбедную жизнь так сказать я кстати хотел спросить вот меняю председатель профсоюза задавал вопрос мой председатель профсоюза который враг на самом деле рабочих тех и в общем он не задал вопрос когда я показывал критин договор докеров где ну то есть наш но на основе докеров где был пункта то что минимальная зарплата на предприятии не может быть минимально меньше чем 6 минимальных размеров оплат труда области вот ну если честно я не знаю почему именно так почему именно 6 вот я хотел бы узнать почему а чтобы неплохо было почему 6 вот ну рустам рустам мне говорит что ну а какая разница можно больше да вот так же он отвечает но мне кажется аргумент не сильный стоимость рабочей силы это не аргумент ну это да это аргумент то есть у вас на предприятии есть профсоюз но он не друг рабочий конечно враг он и у меня хотел вольт а сейчас у меня вольт а свой профсоюза я своего не создавал пока во первых тоже единомышленников не нашел я просто работал выполнял свои я просто выполнял свои обязанности и мне никто не смог увольт потому что я знаю что меня никто не может уволить если я делаю свою работу если я не опаздываю на работу если приходит до главный по персонал там немножко другой начальник мне говорю пиши заявление уходи еще что хотел сказать ну думаю может если что добавлю позже доброго товарища федин андрей анатольевич город королев рабочий как всегда насыщен идеями мыслями примерами много нового прозвучало и много задач поставлены и самое главное на этом мрк р что можно вынесли то что у нас еще больше задач нет перед нами в образовании изучение трудового кодекса тогда конечно здесь можно много озвучить всяких проблем на работе так далее как не получается профсоюз организовать как не получается еще что то и надо попробовать что-то другое я думаю товарищ сталин это не одобрил до него тоже товарищ на боку не мог организовать хотя бы специально поставили для этого организовать профсоюза тот сетовал на сильную охранку царского сильный там еще что-то охраны и так далее но сталин все-таки за год сумел сформировать профсоюзы и провести забастовку и добиться коллективного товара думаю надо на него равняться а если что-то у нас не получается значит надо советоваться с фондом рабочей академии старшими товарищами российским комитетом рабочих хотя бывает конечно у нас тоже 90 процентов интеллигенции то есть одни инженеры и у них все хорошо но это не повод для того чтобы прекращать агитацию как-то так короче много работы у нас предстоит судим по задачам которые мы здесь описали все все о тех проблемах которые вы говорили надо их решать всем спасибо здравствуйте меня зовут елизаров кирилл я из города москвы вот я ну вот хочу сказать что вот этот российский комитет рабочих очень хорошие правильное мероприятие потому что я вот сам вот в этом левом скажем так движение сначала я в 2016 году скажем так проникся марксистскими идеями потому что но у меня была тяжелая жизненная ситуация и как бы там не складывалось там так получилось что мне пришлось уйти из института работал я на тот момент в магазине продавцом вот тоже были конфликты с начальством и ну было вообще тяжело как бы но я не мог понять что происходит как почему все катится ну все как-то хуже и хуже становится меня это очень расстраивало и когда ну наконец-то увидел идеи маркса энгельса ленина сталина я понял что вот наконец у меня прям открылись глаза и ну я понял что это вот та идея которая правильная я понял что ей надо следовать прочитав манифест коммунистической партии я понял что мой путь должен быть связан вот с коммунизм с построением всего вот ну после того как я пришел тут просто товарищи многие сдают там вот про газету рабочий контроль с которой я сюда приехал вот как я вообще дошел до такой газеты до жизни такой вот ну когда я пришел к этим идеям сначала я еще сходил в армию там я много изучал то есть я читал основные труды там маркса энгельса ну там не сам капитал может быть но там и критику гоской программы анти дюринг там людвиг фейербах из ленина там империализм как высшая стадия капитализма государства революции вот ну а после армии когда я вернулся я получил в армии рабочую специальность и по ней попробовал устроиться ну устроился на производство вот сначала там управлял трактором причем без прав вот не знаю как это получилось просто у меня в армии была специальность машинист дизель молота это когда сваи забивают там дизель молот такой есть но я там должен был за веревку дернуть чтобы его запускать или за веревку тянуть чтобы его остановка вот когда пришел на гражданку и стал устраивать смотрю там машинист своей бойной установки думаю дай-ка попробую мне там сказали будешь трактором управлять я даже автомобильных прав нету я сказал а чё давайте ну и короче я некоторое время поуправлял этим трактором а потом получилось так что он упал вот причем упал прямо на шоссе хорошо что не зацепило никаких машин то наверное бы буржуи повесили бы все на меня и я бы сейчас наверное сидел вот так вот вот ну и когда я вернулся вот уже ну когда занимался всем этим я понял что надо активнее вот именно заниматься коммунистической борьбой искать единомышленников вот и я попал в левое движение там собрался на кружок там кружки вот эти вот ходил вот но я отходил там и не видел вот ничего вот ну не видел вот пользы для именно рабочих я видел только одну вот пустую болтовню то что люди собираются они как-то по интернету там собираются выбирают какую-то книжку которую почитать не всегда хорошую скажем так вот читают ее медленно и это называют обучением ради того чтобы там подготовить какие-то кадры которые пойдут там еще кого-то учить вот и ну видно что как бы самим рабочим этого пользы никакой никаких конкретных методов конкретных там решений вот задач на производстве ну предложить они не могут более того этим людям которые собираются на такие кружки зачастую даже вообще не интересно рабочие движения то есть если вот возникает рабочий протест я вот не могу как коммунист остаться безучастным вот если вот в моем регионе где-то недалеко какой-то там допустим рабочий там пусть то они неправильной формы да там какую-нибудь голодовку там стихийную объявили еще что-то такое все равно товарищей надо поддерживать товарищам надо объяснять правильно как действовать вот чтобы но люди понимали потому что именно когда люди доведены до предела да они начинают вот осознавать эти противоречия и их вот буквально только чуть-чуть подтолкнуть и они вот пойдут по этому правильному пути и будут идти до конца не то что там вот эти вот болтуны из каких-нибудь марктистских кружков вот и наконец я рад что нашел вот такие ну пришел к той партии до которые действительно занимается организованно рабочим движением меня очень восхищает ну сама структура партии рпр потому что ну те мероприятия которые проводятся то как поставлена сама работа то есть это вот если обучение дата это красный университет я слушал вот лекции да там семинары вот я в этом году начал обучение там но это это замечательно это совершенно другой уровень не то что вот уровень этих болтунов вот и а я еще про газету хотел пару слов вот так что вот на своем пути я встретил такие людей которые ну вот тоже на самом деле вот болеют этим рабочим движением вот мои товарищи из редакции газеты рабочий контроль возможно они конечно не до конца там понимают может быть некоторые моменты до связанные с теории именно или еще что такое но я вижу что эти люди вот они никогда не отступят от этого рабочего движения они как бы будут в любом случае нам с ними надо будет работать и возможно как бы они будут полезны на вот и это надо тоже использовать вот и вот товарищи они долго добивались выхода именно лицензионного бумажного издания газеты печатного и ну когда я писал для их интернет издание некоторые статьи ну вот сейчас я и для печатного издания ну то есть работаю вот например я приехал освещать вот российский комитет рабочих вот конечно можно найти критику не я думаю если критика адекватно то товарищи прислушаются и поправят там с целью задачи газеты сказали что там есть некоторые недочеты вот и я думаю они рассмотрят и поправят но я рад что я здесь я рад что я вижу так много единомышленников именно среди рабочего класса вот они ну которые люди действительно борются и действительно думают или которых вот идеи марксизма это как бы ну вот до ориентир вот этот свет в конце тоннеля действительно их жизнь вот так что вот так спасибо здравствуйте я я рим дамир калимжанович врач хирург из москвы вчера позвучала такая мысль о том что российским рабочим дана уникальная возможность бесплатно и грамотно обучаться теориям я так получилось что какое-то время проживал за границей в австралии я там жил и работал и хотел бы вот такой небольшой опыт передать я там работал в системе помощь престарелым людям и что касается профсоюзного движения конечно он не такой она там не в таком запустении как здесь с одной стороны но с другой стороны она в своем развитии намного уступает нашему вот рк р даже нашему профсоюзного движения который находится в зачатке в таком смысле там рабочие абсолютно отстранены от борьбы за свои права ими всеми руководит вот эти юнионы которые у которых есть свои представители которые якобы борются за права рабочих вся борьба сводится к повышению заработной платы и в принципе все они полностью командует над рабочими они отдают приказы ты не имеешь права выходить если идет какая-то забастовка в целой отрасли ты не имеешь права выходить на работу ты не имеешь права отступать от каких-то там приказов но это может с одной стороны и правильно но рабочий в этом не он не участвует в этом как пример за последние вот 30 лет с момента как развала ссср профсоюзное движение в австралии участие просто движение упала с там 70 кажется процентов до 25 на сегодняшний день потому что это во-первых рабочий отстранен от участия по союзное движение во вторых взносы колоссальные и в-третьих конечно тамошние капиталисты пытаются создать очень такие теплые условия для рабочих ну и поэтому ему главное отработать и все и вернуться домой но если у нас борьба если у нас капитализм дикий он более топорный но у нас по крайней мере очевиден враг с чем бороться это в этом отношении нам проще намного там же намного более изощренно очень изощренно эксплуатация если вы если у нас кто-то думает из рабочих что вот хотя бы выйти на уровень борьбы как нас западных странах хотя бы побороться только за свою заработную плату снижение там пенсионного возраста и все а там ну хотя бы будем жить по-человечески это не так борьба никогда не закончится например там сейчас существует такая форма эксплуатации есть понятие найма как полный рабочий день частичные частичная занятость парт-тайм job и кэжуал есть такое направление и в этом году точнее в прошлом году статистика австралийская показала что на вот этой кэжуал и парт-тайм джок не на кэжуал на кэжуал системе найма работает больше половины населения австралии я значит работал на вот этой кэжуал как раз таки системе подразумевается что ты сам выбираешь когда работать и как работать то есть у тебя свободный такой график ты можешь выйти ну предупредив заранее за день хотя бы завтра я работаю послезавтра не работаю или работаю там три часа у тебя нет официальных отпусков на такой системе в некоторых отраслях у тебя нету пенсионных отчислений то есть ты вот как налог только платишь и получаешь зарплату но на деле это выливается в то что просто у людей нет возможности устроить устроиться на полный рабочий день и они вынуждены идти на ставку вот эту кэжуал какой в моем случае было мне не нужно было там работать три дня в неделю мне нужно было работать как можно больше потому что жизнь там очень дорогая и в конечном счете вот на этой легкой системе кэжуал я проработал в конечном счете 6 дней в неделю по 12 часов в день то есть при рабочей неделе официально 38 часов у меня выходила где-то 60 64 часа и никто даже ухом там не вел у них даже на работе не хватало как бы не знаю вежливости посмотреть на график мой у них же все перед компьютерами они мне звонят то что я никогда не отказываюсь от работы от принять какого-то тяжелого пациента тем более у меня опыт работы врачом был они знают что со мной клиент будет как бы клиент безопасности и они звонят мне говорят да мир вот мы видим у вас воскресенье свободное вы не хотите взять человека я говорю ну вы на мой график посмотрите слушайте я домой перехожу все воскресенье лежу чтобы как-то восстановиться в понедельнику да да дать а ну да ну что мне звонить клиенту и сказать что все вы отказываетесь то есть да да я это хочу вам сказать вот и конечно чем больше ты работаешь тебе больше платят то есть там система компенсации очень хорошая но убиваешь стены на этой работе очень быстро вот у тебя нету отпусков тебя нет пенсионных отчислений и в контракте официально написано работодатель имеет право тебя уволить за сутки то есть написать уведомить тебя завтра вы больше не работаете но вы тоже можете завтра ему написать я больше не работа и уходите никаких вам санкций не будет применяться но так как работать эти некуда все ну конечно эти правом не пользуются они стараются держаться на этой работе второе по поводу пенсионного вопроса пенсионный возраст официально там 65 лет двадцать третьему году он вырастет до 67 они это как и у нас говорят что наши австралийцы живут теперь долго если раньше 80 тысяч людей всего было в возрасте 8 боль старше 85 лет в 70-х годах то сейчас это больше двух миллионов доступ к своему пенсионному фонду то есть который ты сам откладываешь в течение всей жизни ты можешь получить 60 лет но пенсию официально только 67 уже скоро причем они официально говорят что для хорошей жизни необходимо 43 тысячи долларов в год она официальная пенсия это 24 тысячи долларов в год и я к чему все это говорю что вот эта борьба она никогда не кончится пожалуйста зарубить себе на носу что бороться придется до самого конца потому что даже в очень таких теплых условиях капитализма как за некоторых западных странах эксплуатация она носит ну просто угрожающий характер для жизни рабочего что касается левого движения там тогда у рабочих тоже есть вариант заниматься вот этой политической борьбой но там тоже выжженное поле там как я уже сказал в начале своей речи что для российского рабочего уникальнейшая возможность есть бесплатно и качественно учиться бесплатно получить консультацию у знающих людей там такого близко даже нету и это не то что какая-то какое-то не желание заработать там даже самими рабочими принципе воспринимается как норма ну да за услуги знаний надо заплатить ну да там если я хочу как-то процесс борьбой заниматься мне нужно курсы пройти если я хочу в левом движении участвовать чтобы прийти на какой-то там конференцию марксизма который ну как rkr например проходит там три дня я должен заплатить там 180 долларов если я хочу купить газету солидарность труда или народная правда я должен 5 долларов заплатить и если я хочу книгу прочитать почему сталин уничтожил россию я должен 30 долларов заплатить ты открываешь на 17 странице это библиотечная книга ну и причем это одно из самых крупнейших событий марктийских конференций в австралии и вот во всех отношениях пусть у них все развито но в этом своем развитии они глубоко отстали от нашего начала в котором все аспекты борьбы грамотный поэтому если у кого-то еще остались такие ну такое запада 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 преклончество пожалуйста выхолачивайте его из из себя потому что там жизнь не слаще а в некоторых отношениях и хуже кудрявцев воен михайлович представитель российского комитета рабочих по нижнего русской области нижнему новгороду мне очень нравится сегодняшнее заседание очень нравится выступление доклады значит в добавку в последнему докладу значит не рекламировали трудовой кодекс трудовой кодекс только очень важная нужная это бесспорно есть еще одна книга по этому поводу вот значит вот такой толщины это называется в общем там применяемость значит статьи трудового кодекса по каждой статье трудового кодекса есть разъяснение юридического применения очень важная вещь очень полезная потому что там открываются вещи которые впрямую вот в кодексе не указан там есть строчка еще раскрывается и применяемых судах и так далее нам например очень это помогло вот выпускается ежегодно потому что трудовое законодательство у нас лопатят очень активно меняют каждый год что-то и вот так вот трудовой кодекс купил на всю оставшуюся жизнь нет вот меняется и правоприменение этих статей тоже изменяется значит вот я рекомендую всем приобрести эту книгу для повседневной работы это все время нужно прямо вот так вот сейчас комментарии 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 трудового кодекса комментарии ежегодно она выходит ежегодно игру вот такой толщины том и там каждая статья с первой до последней расписано правоприменение значит во всяком случае вот такую вещь как неоднократное значит продление срочного договора превращает его бессрочно без изменения узнали оттуда в кодексе этого нет а вот там это есть разъясняется эти вещи так вот что меня зацепило пенсионеры пенсионеры не хотят пенсионеры всем довольны они свое получили да есть такой момент вот я за своим пенсионерами разговариваю примерно так что детей вырастили на греб путевки все вам уже больше не нужны поэтому вы уходите из профсоюза я всегда пенсионерам рассказываю такую вещь вот автора забыл может кто-нибудь не подскажет это писатель друг николай фрунзе автор смерть командарма ивановский писатель вот у него есть вещь значит вот как она семья муж с высшим образованием 1918 год прекрасная семья любим любит все хорошо и вдруг он человек с высшим образованием идет красную армию тысячу сошел убьют мы так как же будем вот он говорит ты знаешь моя мать была прачкой на пристани жили мы из рук вон выбился с большим трудом мать унижали до самого конца так вот я иду воевать не за себя не за тебя я за дочь чтобы у нее не было доли как у матери ребята свое получили вам за себя бороться уже поздно вы должны бороться внуков правнуков дети у всех тоже взрослые понимают понимают профорганизации пенсионеров было половина и самый такой скажем так безбоязненный контингент это были как раз пенсионеры когда чё ты мне сделаешь ну чё ты мне сделаешь начинает начальник чё-нибудь чё ты мне сделаешь ничего ты мне не делаешь вот и по поводу споров с администрацией не хочешь уходи вот это мне хоть не нравится уходи значит у меня в бригаде было такое у нас один блок был очень неприятный такой это ну ладно я не буду там подробности очень неприятный блок а номенклатура в бригаде было полторы тысячи на миновании поэтому у каждого свой так сказать кусок где он был ведущим ну и соседние так сказать что то вот эти должен задать на зубок была женщина значит высоко лифтерный человек почетный радист пришел блок в ремонт она заболела он заболела как она ходить не могла у неё ноги отказали а перед этим с директором я не помню сейчас по какому поводу мы сцепились тогда он говорит до рабочих сейчас он за забором 40 тысяч в нижнем новгороде вообще не вопрос выгоню всех и наберу новых он приходит а сроки подпирают все надо управлять станция стоит он приходит один день как дела но мы без нее мы роем сами все вроде правильно все все как надо в результате нету значит не можем понять он день приходит как работе 2 как ты знаешь подпирает я говорю слушай вот человек заболел вот который знает это заболел у тебя там 40 тысяч за забором введи всех пусть делают и ушел это говорит может как-нибудь ее привезете пропуске ну практически к рабочего места потом подвозил вот так вот у них амбиции много а когда доходит до дела и когда вам говорят мне нравится уходи уйду чё делать будешь объявлению набирать не наберешь нету готовых к сожалению а может счастью к сожалению потому что замены кадров тоже нет вот два момента которые я хотел отметить а в целом мне очень нравится сегодня спасибо вам раз товарищи соним евгений вячеславович город венёв тульская область работник тул электропривод на моем предприятии то есть когда я только начинал я то есть начал рассказывать о профсоюзе то есть что нужно создавать свой профсоюз писать свой коллективный договор на что мне отвечали что у нас уже есть профсоюз и то есть у нас когда звучит слово у нас я говорю а что он вам дал какая у вас зарплата двадцать три двадцать четыре а какие у вас условия труда ну ты говорит сам же видишь какие у нас условия труда то есть фотографии я пока скидывал то есть завод можно сказать советских времен не ремонтировался то есть крыша течет вот постоянно везде где-то что-то замыкает вот поэтому как бы я это не ваш профсоюз вы его это профсоюз работодателя для того чтобы он был ваш вам нужно самим создать этот профсоюз писать коллективный договор соответственно него бороться и только тогда он станет ваш когда вы сами будете в нем участвовать вот про российский комитет рабочих хочу сказать что к это как раз и есть наша наш комитет для рабочих вот где обсуждаются вопросы как помочь нам вот и соответственно хочу всем сказать спасибо за такой комитет гриф улин фарит город набережные челны наладчики пиа товарища очень хотелось бы поблагодарить за то что придется представить но предоставлена возможность посидеть тут послушать выступить по поводу российского комитета вот хотелось бы акцентировать внимание мне вот очень понравилась вот эта вот идея товарища из электростали абсолютно без никакого подтекста политического там без марксизма без просто помощь рабочим вот это вот нужно будет лично я как считаю для себя нужно будет нам взять на вооружение потому что опять таки когда допустим подходишь кому-нибудь с какими-либо мыслями коммунисты и разделяются на два лагеря те кто за коммунисты у да давай там даже когда газеты раздавали и есть текло в штыки воспринимает вот так что нам думаю тоже нужно будет потихонечку думать о том чтобы оказывать так скажем юридическую помощь обучение проводить обучение именно как раз таки в рамках законодательства безо всякой агитации без ничего а потом уже когда люди увидят то что это действительно работает оказывается то что есть люди не которым не безразлична судьба рабочих вот тогда уже думаю людей и потянутся это все спасибо здравствуйте шатрова елена город ногинск ногинский хлебокомбинат в первую очередь конечно хочу сказать спасибо благодарить то что была такая возможность за приглашение спасибо конечно было тяжело за вот эти вот два дня на одну голову столько информации но что-то как-то у меня отложилось я буду стараться создать вообще профсоюз в своем коллективе конечно тяжело будет это потому что люди кто за кто против и я думаю то что с большими усилиями у меня это получится и что следующий раз как-то может даже будет возможность опять же встретиться со всеми с лица как я справилась с этим как люди прислушались и что как стали более лучшие условия для людей для рабочих вот так вот спасибо большое Жнецов город ленинград лп технология значит а профсоюзной учебе профсоюзной учебе в чем трудности что нету такой таких вот ну естественно если человек обратится к допустим допустим в рк рк р ему естественно помогут есть люди которые создают вот хотят создать профсоюз но им таких значит вот данных в том же самом рабочей партии россии допустим они не имеют им некуда обратиться вот это в чем воли я более или неволи приходится заниматься самообразованием свое время у нас был когда я еще работал на металлическом заводе там был на бумаге очень такой мощный профсоюз фнп русский и вот у нас появился такой шустрый шустрый парень с левыми взглядами который значит от всех агитировал и вот однажды его он понравился нашему профсоюзного начальству и вот они его пригласили к себе председатель правкома и говорит слушай что ты тут дурака валяешь давай вот иди к нам мы тебя направим учиться бесплатно ты получишь соответствующие знания и можешь вот мы уже видишь все старики а ты вот займешь наше знание на наше место парень отказался в принципе я думаю что сделал он это зря почему бы не пойти и почему бы не поучиться тем более в общем-то учиться то он будет на рабочие деньги займет ли он место этого председателя или не займет это дело другое поэтому я к чему говорю что нужно использовать все вот эти вот лазейки которые создает и буржуазии создает и вот эти вот фнп русские профсоюзы для того чтобы получить возможность учиться учиться возможности сейчас вот люди создают профсоюзы а учиться то в общем то нет по крайней мере такой системной учебы нет приходится к самообразованию прибегать вот далее с чего вот любая организация должна начинаться с чего значит вот она должна начинаться с инициативной группы прежде всего нужно если такой вот активист появился он должен искать своих единомышленников всех агитировать бесполезно но наверняка у своих людей он найти сможет наверняка сможешь найти таких людей вот с ними то уже и можно работать можно создать даже свой профсоюз а можно и не создавать профсоюза главное чувствовать плечо товарища так сказать и когда ты уже обращаешься придешь к своему начальнику или вот эта группа придет к своему начальнику начнет что-то требовать начальник уже будет тебе более уважительно относиться он тебе не будет относиться уже как какому-то быту все ты уже рабочий класс вы в группа вы уже рабочий класс вы пришли к нему значит что-то там требуете не важно что не важно что будь то спецодежда или там я не знаю освещение плохое или так далее ты ты уже что-то можешь что-то требует потому что с одним человеком никто всерьез разговаривать ни один начальник всерьез разговаривать не будет вот увидя вот эти маленькие успехи маленькие успехи вот те с которыми бесполезно разговаривать которые вот занимаются там я своими машинами там гаражами и так далее они они увидят ваши успехи они невольно невольно подтянутся к вам и тогда вот организация начнет расти можно уже так сказать официально уже зарегистрировался как профсоюз и так далее потому что почему еще тут еще вопроса некоторые спрашивают а что профсоюзные взносы надо будет платить да надо будет платить но но не но не сначала надо отвечать так вот она не сначала вот далее на что еще хочу сказать вот я работаю у нас очень специфичное такое производство мы делаем турбинные лопатки и она делится так сказать как бы четко ясно делится на две половины половины половина значит обычных станков вот я токарь сам на которых как правило как правило работают ну люди уже вот моего возраста примерно да и вообще я должен сказать что вот в принципе вот на старых предприятиях ведь рабочий это класс у нас старый там я каждое утро в шесть часов наблюдаю вот эту вот ленту седых голов на эскалаторе метро ну хоть бы один молодой попался вот это вот сейчас у нас такой рабочий класс я считаю что одна из причин почему у нас вот в таком ступоре находится рабочее движение это то что у нас пожилой рабочий класс потому что они считают что они все знают они считают что ну им уже ничего так сказать не достанется и слава богу их не увольняют ну и в общем то тем более что народ они как правило квалифицированный работать они умеют и ну а хозяину зачем ему резать кулицу пылицу которая ему значит приносит золотые яйца и вторая половина вот эти вот у нас работают на современнейших таких японских станках операторы станков этих с числовым программным управлением которые делают на этих сложнейших станках вот эти вот турбинные лопатки очень сложной формы вот с ними разговаривать невозможно дело в том что я не знаю до сих пор не могу понять то ли это проблема отцов и детей то ли еще чего а политики они вообще никакого понятия не имеют ничего как-то не интересует вот он пришел поставил эту болванку заготовку на свой станок включил кнопку и пошел играть на компьютере который два часа он может он свободен он может так сказать делать что угодно а станок он сам все все вырежет что все что нужно дальше снова вот так вот тем более что работают они если мы работаем по 8 часов да они ведь работают по скользящему графику не они по 12 часов работают но они когда и подписывались когда устраивались на работе подписывали боль да что они будут работать по 12 часов работают они в субботу и воскресенье но в принципе сами понимаете работа не очень то и сложная не очень то и сложно тем более что программу для них составляют специальные люди которые этим делом занимаются вот так вот мы старики считаем что в общем то профсоюз то нам нужен а там вот работают повторяю моего возраста еще старше работают там слесарь такой работает мы считаем что да нужен профсоюз но глупо создавать профсоюз из двух человек который так сказать будет стоять на бумаге но тем не менее что-то такое подобное профсоюзу у нас есть потому что люди вот все-таки у нас довольно дружные если что-то там нужно потребовать потребовать у начальства там мы всегда можем потребовать инструмент или что-нибудь всегда это можно потребовать вот далее что еще мне хочется сказать да тут я немножко отвлекусь говорили о станках чистовым программным управлением что они якобы увеличивают производительность так чуть ли не в сто раз производительность сто раз они увеличивают только на сложных деталях а вот какие-нибудь винтики болтики гаечки это может с тем же самым отрезком за тоже самый отрезок времени может сделать и обычный токарь появились вот эти станки за числовым программным управлением для того чтобы делать детали сложной формы но это я так немножко отвлекся вот еще что мне хочется сказать так сказать на закуску да вот большое спасибо что существует у нас этот комитет рабочих россии проводится вот этот вот семинар потому что все таки к сожалению к сожалению это единственная площадка в россии на мой взгляд где могут вот так вот приехать рабочие и высказаться так сказать может быть даже не по существу вопроса так сказать по существу вопросов которые здесь поднимаются но у людей наболело им хочется это высказать и не надо им препятствовать пускай они говорят пускай они говорят вот не надо вот этого бюрократизм это штука хорошая конечно но я очень хорошо помню когда человек который без бумаг приезжал знав о том что он рабочий я приезжаю не первый раз его знали ему давали мандат допустим с решающим голосом больше такого не будет не будет ну ну с того это уж точно не будет не будет да вот на закуску что еще хочется сказать вопрос политический да да тут поднимаются очень важные вопросы и вот этот вопрос заработной платы товарищи ну давайте допустим немного пофантазируем рабочие рабочие добились того что уровень их заработной платы приблизился значит к стоимости жизни вот все все рабочие получают столько сколько им нужно для так сказать для жизненных благ ну и что дальше что дальше в смысле российская буржуазия она что позволит чтобы рабочие и дальше так получили нет они всячески будут поднимать цены они все пойдут на все чтобы увеличить эксплуатацию труда поэтому без решения политических вопросов как это решают ну вы люди грамотные сами понимаете дальше так сказать и дальше нельзя двигаться нельзя хрюкать у корыта забили нужно развиваться дальше развиваться можно только вот кардинальным путем сами понимаете не зря тут люди увлекаются так сказать интересуются марксизмом и так далее мы имеем богатейший опыт наших дедов и прадедов еще еще что хочется очень радует что что вот тут молодежь собирается и то что мы вот у себя там коммунисты в ленинграде отмечаем с радостью очень такую интересную вещь что у молодежи сейчас появляю увеличение вот этих я сейчас заканчиваю увеличение кружков интересующихся марксизмом и их становится все больше и к нам вот даже вот в офис туда начать в ленинграде приходит приходит все больше людей не к нам они просто у нас просят эту площадку и вот они занимаются марксизмом приходят молодые люди причем там это у нас это только к нам приходит несколько кружков выходные дни это нужно вы выходной день значит выход свое время потратить на это да и есть еще у нас в ленинграде еще несколько площадок вот это очень радует потому что конечно марксизмом то занимались интересовались и 10 и 15 лет назад но сейчас вот такой вот как бы вектор направлен на увеличение этих этих кружков конечно я тут как то так вот краем глаза послушал что они там говорят конечно у ребят естественно в голове много мусора много себя они считают марксистами революционерами и так далее но радует то что люди хотят в общем-то понять истину что нужно делать для того чтобы в общем-то добиться так с этих народного счастья кубик антон сергеевич рабочий водитель грузовика да вот действительно нам очень сильно повезло что мы вот ближе всего находимся к этим свободным отношением и мне хотелось бы поговорить наших старших товарищей что они вот эти формы сохраняют для будущего и вот по таким примером видно вот наш молодой товарищ вот приехал с оренбурга он показывает то что вот эти отношения проникают уже в молодых ребят и никакой капиталист он никакими силами своих пусть их будет сколько угодно много он уже эти взгляды эту свободу из вот этих молодых ребят никогда не вытравит и я думаю что это самая лучшая характеристика для нас спасибо за меня доброе утро дорогие товарищи в общем рад всех приветствовать кто приехал вот первый раз может быть на наш комитет вот я уже могу сказать что это наш наше такое завоевание вот мероприятие очень радостно видеть но новые лица и старые тоже вот кто постоянно приезжает очень много вот каждый раз вроде вот казалось бы вопросы такие они вот вокруг 6 часового рабочего дня все крутится да вот так вот но из раза в раз но с каждым разом это в какой-то новой плоскости ставится вопрос очень грамотно очень правильно вот и все время новое что-то новое каждый раз вот появляется знание вот углубляется и очень ценно конечно практический практический опыт тоже то что здесь можно услышать вот опыт вот большое спасибо да нашим так сказать борцам уже опытным тоже за такие полезные советы и очень очень много тоже вот я для себя для себя отсюда вынес в этот раз московским товарищем тоже большое спасибо да в общем всем всем без исключения могу сказать благодарность свое выразить вот ну вот мы понимаем все больше с каждым разом что наступление продолжается общем капитала да на на права рабочих все это прекрасно видно понятно что она и дальше будет продолжаться вот идет борьба она классовая без без конца она никогда когда она не прекращается поэтому без без борьбы без нас без нашего без без сплочения за свои интересы рабочим вот нас будет будет и дальше значит будут на нас давить то есть выбора другого нет у нас как объединяться профсоюза партия тоже утра разные способы форма борьбы вот и хочется сказать что вот эта борьба за за 6 часовой рабочий день она является ответом да вот на многие многие вопросы которые мучают вот рабочих сейчас допустим сокращения рабочие недели до вот что что это такое что это за зверь такой нам подсовывают и такое впечатление что товарищ медведев смотрит да вот наши записи да и как бы и как бы и дело это как бы такой ход на опережение на нашей борьбы да такое впечатление создается что это очевидно же что это про против против интересов рабочего класса к чему это приведёт 4-х дневка, что будет 10 часов, об этом не говорится, но это понятно, что капиталист же не будет без сокращения, без повышения, то есть с сохранением заработной платы, уменьшать рабочий день, никто этого не будет. И за наши интересы никто нам ничего не принесёт на блюдечке, ни улучшения, ни какие наши улучшения всё всегда добивались рабочие сами, и прогресс тоже очень ярко показано, что прогресс, развитие экономики очень тесно связано с производительностью труда, и в росте производительности труда в ещё большем росте, в общем-то заинтересованы рабочие, а тот рост, который происходит, да, вот экономический, он без нашего участия, без нашей борьбы, он против нас, то есть нам нужно объединиться, чтобы вырвать эти плоды у капиталиста, вырвать плоды этого экономического развития, производительности труда, иначе это будет бить по нам, нас будут сокращать, увольнять, то есть это недопустимо, товарищи, то есть нам нужно бороться, да, вот, за коллективные договора, за использование производительности труда, роста производительности труда в наших интересах, вот, это кровный наш такой интерес, за который надо, в общем, зубами драться, в общем, через коллективный договор, вот, искать единомышленников, вот, товарищи у себя на производстве. Ну, а вот хотел тоже сказать по поводу политической борьбы, конечно, её никто не собирается игнорировать, но нам надо, вот, политическая борьба, она тоже из экономических интересов, прежде всего, исходит, то есть, без этого нам никакой говорить, там, о политике, когда, когда нету, значит, борьбы, да, за свои интересы, вот, это бывает опасно даже, может быть, потому что мы знаем примеры использования, значит, политическими силами, буржуазными силами, да, рабочего класса, сколько таких примеров, Украина, значит, да, вот, ну, ладно, в общем, давайте, товарищи, приезжайте сюда, добро пожаловать, всех приглашают, рабочие, приезжайте, действительно, такого места нигде нету, это уникальное место, где вот рабочие могут приехать, высказаться, свою позицию, там, о наболевшем своём, рассказать, действительно, вот, и это, другого такого нету, и мы здесь все готовы помочь, ну, и, и учиться можно, и, так сказать, все свои вопросы, самые главные, насущные решать, вот, так что, надеюсь, что и дальше это мероприятие будет у нас развиваться, вот, желаю всем успехов, удачи, в борьбе, вот, и до новых встреч. Артём Сергеевич Иванюк, город Электросталь, металлургический завод Электросталь. Уважаемые товарищи, я участвую в РКР третий раз подряд, и отмечаю увеличение количества участников. Мне приятно видеть на этом мероприятии текст, кем мы долгое время общаемся уже удалённо, и вот, наконец, видимся, например, с товарищем из Оренбурга, из других городов. Это замечательно. Я хотел бы, передо мной выступали товарищи, хотел бы сказать, то, что сложно и тяжело, конечно же, но вот вчера был доклад о профсоюзном обучении, о профсоюзной учёбе, но это нужно преодолеть. Нам нужно учиться каждый день, даже если эта учёба занимает 15 минут, если не остаётся времени, потому что если мы не двигаемся вперёд в этом развитии, мы оказываемся позади. Хочу поблагодарить Владимира Михайловича Кудрявцева за рекомендацию копать трудовой кодекс ещё глубже. Обязательно по приезду мы в московской организации, я думаю, несколько экземпляров закупим и ещё больше углубимся для того, чтобы к следующему РКРу более качественно подготовиться к выступлениям. Ещё хотел бы сказать по поводу того, как мы сейчас распространяем коллективный договор среди работников, как общаемся с работниками. Ну, конечно же, всё это тяжело. Конечно, тяжело двигаться в этой массе людей, которые не привыкли, в общем-то, бороться за свои, не то чтобы личные, но ещё и коллективные интересы. Буржуазия у нас сегодня всё это отбивает, атомизирует. Если раньше у нас в цехах были какие-то капустники, какие-то такие собрания, чаепития, люди там, можно сказать, после работы шли бригадами на шашлыки, где-то отдыхать, на байдарках сплавлялись и так далее. Сегодня этого нет. Сегодня каждый приходит на работу, отрабатывает в 5 часов, заканчивает и всё. И нет коллектива. И это, конечно же, накладывает отпечаток на нашу работу. Тяжело продвигать коллективный договор. Но, тем не менее, мы продвигаем. И вот хочу сказать то, что, во-первых, его нужно, чтобы как-то двигаться, его нужно подготовить. Пускай он будет сырой, но пускай он будет хотя бы в каком-то виде. Подготовить выдержку по рекомендациям фонд Рабочая Академия. Потому что вот выдержку, которую я самую первую подготовил, я думал, ну всё, сейчас приду, людям покажу, все загорятся, пойдут. Нет, не пойдут. А клюнули только на один пункт. Знаете, на какой? Установление минимальной часовой тарифной ставки 300 рублей. Вот почему-то в этот пункт оказался ближе. Ни сокращение рабочего дня, там, ни какие-то другие вещи не зацепили так сильно, как именно этот пункт. Зацепили – хорошо. Работаем дальше. Продолжаем работу. Так что я хочу обратить ваше внимание, что в первую очередь важно, чтобы вы сами были грамотны, и вы могли ответить на поступающие вопросы. Вопросов много. И бывает, такие приходят, которые ты не ждёшь, что он придёт. А если ты садишься и не можешь ответить, это уже плохо. Поэтому нужно развиваться и наперёд знать, что тебе могут задать и так далее. По поводу делегирования на РКР хотел ещё сказать. Я думаю, то, что начинать делегироваться на весенний Российский комитет рабочих нужно уже по приезду на ваши места, писать вот эту бумагу, то, что мы ниже подписавшиеся такие-то, делегируем своего представителя. И, наверное, лучше просто, в моём случае, ходить по заводу с этой бумагой, общаться с работниками, и с АТРами, и с рабочими. Потому что перед тем, как я делегировался на этот РКР, у меня подписалось больше, чем пять человек, и все задавали вопросы, что это за мероприятие, кто туда приезжает, кто обладает правом решающего голоса, что здесь принимается, для чего это вообще всё нужно. И все сказали, Артём, приедешь в Электросталь, ждём тебя, расскажи, что тут проходило и как. И вот с какой речью я у них, собственно, эту подпись забирал. В общем, заходил на участок или в слесарку, ну, здравствуйте, товарищи, прошу разрешить мне предоставлять ваши интересы на Российском комитете рабочих в Нижнем Новгороде. И люди уже как-то вот по-другому вообще всё это воспринимают. Я работаю инженером, и вроде бы как моя белая кассочка меня так вот от рабочих отдаляет. Но когда вот так подходишь к человеку, к рабочему, он понимает, что ты всё-таки свой. Пока. Хотелось бы ответить ещё на то, вот как найти инициативных людей. Вот так вот всех звать на забастовку и на то, что надо всем единым фронтом сейчас подняться, ну, конечно, наверное, это неправильно. Потому что всех я и не подниму сейчас на заводе Электросталь. Это долгая упорная работа, каждодневная. Кого не спроси, все жалуются, все воют. Просто нужно вот этот вой научиться направлять в правильное русло. Я глубоко убеждён, что направлять это в правильное русло можно только тогда, когда ты обладаешь глубокими знаниями в предмете. Потому что человек видит, что ты разбираешься. Он получает от тебя эти знания. И, в общем-то, наверное, поэтому и хочет идти за тобой. Всех агитировать бесполезно, вот вы, по-моему, сказали об этом. Я думаю, в партийном плане и не получится так вот агитировать в плане марксизма, ленинизма. Потому что сейчас столько информации сыпется на человека отовсюду. Ему вообще тяжело разобраться во всём. И нам, я думаю, Сергею Александровичу приятно, что вот о школе сознательного работника, которую мы сейчас в Электростале пробуем продвигать, как такую самую первую ступеньку в том, чтобы человек понял основу трудового законодательства и научился применять у себя в коллективах. Я думаю, что действительно именно с этого нужно начинать. И только потом, когда люди поймут, что мы не в партию кого-то зовём, здесь у нас не секта какая-то, поповцев, как некоторые любят нас называть, а именно хотим научить коллективы отстаивать свои интересы. Для чего отстаивать свои интересы? Не для того, чтобы побороться за зарплату, а потом, чтобы работодатель или правительство наше буржуазное, это всё отвоевало обратно. Для того, чтобы, товарищи, создать советы как органы государственной власти, как организационную форму диктатуры пролетариата. Вот для чего мы стремимся. И у кого этой книги нет, авторы Попов-Казёнов, обязательно с этим нужно ознакомиться. И вообще эту тему развивать, изучать и понимать, как советы создавались раньше и как нам их возродить сегодня для того, чтобы возродить советскую власть. Всех благодарю за внимание. Буду рад всех видеть на предстоящих РКРах. Всем желаю побед на местах. И всем нам пожелать общей победы. Спасибо. Горнушкин Сергей, город Электростай, электромонтёр. Я вот хотел бы сказать, что мы здесь на РКР обсуждаем, и вот делегаты выходят, рассказывают прежде всего об условиях труда. Об условиях труда на своих предприятиях, на своих рабочих местах. И эти условия труда, как мы видим, при капитализме они всё ухудшаются и ухудшаются. Пенсионная реформа, НДС, все эти меры, которые принимают правящий класс капиталистов, они всё ухудшают. Условия труда прежде всего на рабочих местах конкретных работников. И вот эти условия труда на конкретных рабочих местах, они всё-таки зависят от организации производства в целом. То есть, как производство организовано. И пока существует такая организация производства, когда небольшая группа людей просто в силу своего положения в системе производства может присваивать труд другой группы людей, большой группы людей, которые трудятся, до тех самых пор будут существовать противоречия между вот этими группами людей. Маленькая группа людей, которая всё это присваивает, и большой группы людей, которые трудятся, и результатов своего труда, она отчуждена. И когда мы говорим о том, чтобы улучшить условия труда, сделать их нормальными на своих рабочих местах, мы всегда будем приходить к тому, что нам нужно организовать производство в целом по-другому. И вот Дамир рассказывал про Австралию и европейские страны, там всегда был капитализм, и там люди другой организации производства, они просто не знают, они не представляют, что это такое. У нас же производство было до 90-х годов, даже, наверное, ещё раньше, оно было организовано по-другому. И результаты труда всех трудящихся, они сами трудящиеся ими распоряжались, то есть они, эти результаты труда, они направлялись на благо всего общества для развития, свободного всестороннего развития каждого члена общества. А сейчас у нас такая организация труда, организация производства, что всё, что создано, весь продукт большинством рабочих, он присваивается и людьми, которые даже к производству-то не имеют никакого отношения уже. То есть, собственники средств производства, они нанимают таких же наёмных рабочих, работников, директоров, которые управляют за заработную плату, а сами проматывают эти деньги, вот с хлебокомбинатом, последний ярчайший пример, что собственник просто промотал эти деньги, которые созданы трудом рабочих хлебокомбината. И сейчас уже на основании чего вот эта небольшая группа людей, она присваивает? На основании законов. Но чем подкрепляются эти законы? Ну, законы эти подкрепляются прежде всего вооружёнными людьми, полицией и армией, но сейчас с развитием общества вот эти вооружённые люди, полиция, армия – это такие же трудящиеся, такие же рабочие, дети рабочих, родители рабочих сами. И они как рабочие, как работники, их интересы точно такие же, как и у всех остальных трудящихся. Поэтому сейчас единственное, чем могут правящий класс сохранить своё положение, это только обманом. Обманом и введением заблуждения тех рабочих, что вот никак нельзя по-другому организовать производство, а вот так вот у нас организовано производство, и мы ничего сделать не можем, и вот денег у нас почему-то нет. То есть обманом. И на российском комитете рабочих мы прежде всего рассказываем, объясняем, и вот задача профсоюзной учёбы, чтобы объяснять рабочим, что сила-то у них, у рабочих, и права все у них, что права на созданные ими материальные блага все у них есть. И те люди, которые никакого отношения к производству не имеют, у них, собственно, прав-то никаких нет. Если так, по справедливости рассуждать. И когда мы ведём речь вот про коллективные договора, это всё меняет организацию производства на конкретном предприятии, на конкретном рабочем месте. А чтобы изменить организацию производства в целом, вот это уже как раз вопрос политический. А политические вопросы, как мы знаем, они решаются только силой, а сила, она где, она в организации. Правящий класс, вот он организован, всякие советы предпринимателей, думы там, парламенты, да, они организованы, и они вот в силу того, что они организованы, они, у них сила есть управлять этим всем. А рабочие пока не так сильно организованы. И вот Российский имитарабочих, это и есть организация рабочих. То есть сила рабочих, она в организации. И вот мы видим, что организация всё растёт и крепнет, и когда эта организация достигнет достаточно больших масштабов, тогда и сила достигнет больших размеров рабочих. И тогда уже рабочие будут диктовать свои условия и смогут организовать производство в своих интересах. Как вот написано в «Капитале» у Маркса, сила коллектива, она не равна простой сумме отдельных сил, отдельных рабочих, а она превосходит её. И вот сила рабочих в организации, я всех рабочих, работников, всех трудящихся призываю организовываться, разъяснять друг другу свои интересы и бороться за них, организовывать производство в интересах всех большинства трудящихся, а не в интересах небольшой кучки паразитов-эксплуататоров. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ